Все мы без исключения ездили на автобусах. Кто-то давно пересел на личный транспорт, а кто-то до сих пор не изменяет общественному. Как бы не так, все навстречаются автобусы на дорогах. Но приходилось ли вам задумываться, где хранятся автобусы и где их автомойка? Об этом мы сегодня и поразмышляем. Нет, не часто, люблю прогуляться. Так, автобусы моют на автомойке в городе, которая где находится? Каждый день на учебу, с учебы и обратно. Я не мечтал стать в детстве водителем автобуса, потому что не для меня это. Личный, потому что я человек такой вроде и не социофоб, но как-то не очень нравится мне, когда меня окружает много народу, незнакомых особенно. А стоянка автобусов именно на кампусе? Да, конечно, знаю. Напротив 6-1. Ну, очень часто. Как вот будет автобус, так и езжу. Мечтала, наверное, о своей машине, чтобы была личная машина и на ней кататься. Ну, для студентов, как бы, ну, проще 19 рублей заплатить и все. А вот авто лично сломается, это ремонт, стипендия, все. Родители помогать будут. История создания автобуса началась в 1801 году. Его демонстрация состоялась в Англии. Эта машина была на паровом двигателе и могла перевозить 8 пассажиров. Автобус в России стал использоваться как общественный транспорт в июне 1907 года в городе Архангельск. Он был рассчитан на 25 пассажиров. Сегодня автобусы колесят по дорогам практически всех стран мира. Количество моделей поражает своим разнообразием, и с каждым годом их численность только возрастает. Шаттлы в ДВФУ появились с начала работы кампуса на Русском острове. Такой вид транспорта подвозит студентов до нужных корпусов совершенно бесплатно. Стоянка шаттлов находится на территории кампуса у отеля 6.1. Для большинства людей автобусы – это хорошее средство передвижения с небольшими затратами. Но что только задуматься, насколько масштабна деятельность по содержанию такого транспорта, сразу приходишь в удивление. Всем пока! С вами была Марина. Продолжение следует...